Всем привет! Меня зовут Александр и я представляю команду технической поддержки Galileo Sky. Сегодня мы покажем вам, как подключить динамики к терминалу, расскажем о характеристиках, на которые стоит обратить внимание, а также расскажем о формате аудиофайлов. Основное, на что нужно обратить внимание при выборе динамиков, это сопротивление. Оно должно быть не менее 8 Ом. Если же сопротивление динамиков менее 8 Ом, то подключите к цепи дополнительный резистор. Сопротивление этого динамика 8 Ом, мощность 2 Ватта. Для подключения нам потребуется терминал Galileo Sky с возможностью подключения динамиков, я буду использовать терминал Galileo Sky 7.0, SD-карта для хранения звуковых файлов, сами динамики, ваго-разъемы и провода для монтажа. Я соединяю провода от динамика и провода от терминала при помощи ваго-коннекторов. Сейчас подключим, правда, к терминалу, к специальным разъемам ВОЛ-0 и ВОЛ-1. Вставляем SD-карту в терминал. Подключаем непосредственно провода к динамику. Подключение завершено. Предварительно мы сохранили аудио файлы на SD-карте. Формат WAV, частота 16 кГц, монозвучание 16 бит, вес не более 4 мегабайт и название файла не должно превышать 20 символов. Ссылки на требования к формату аудио файлов и на программу для конвертирования смотрите в описании под видео. Давайте воспроизведем файл. С помощью технологии EasyLogic я воспроизвел аудио файл, отправив смс на терминал. Подробнее о технологии EasyLogic смотрите в описании. Мы подключили динамики к терминалу Galileo Sky 7.0. Если у вас остались какие-то вопросы, то обратитесь в нашу службу технической поддержки. И подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, если смотрите нас на YouTube. Всем пока!